псалом 44 начальнику хора на музыкальном орудии шушан учение сынов кореевых песнь любви излилось из сердца моего слова благое я говорю песнь моя о царе язык мой трость скорописца ты прекраснее сынов человеческих благодать излилась из уст твоих посему благословил тебя бог навеки припаяшь себя по бедру мечем твоим сильный славою твоею и красотою твоею и всем украшение твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды и десница твоя покажет тебе дивные дела остры стрелы твои народы падут пред тобою они в сердце врагов царя престол твой боже вовек жезл правоты жезл царства твоего ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие посему помазал тебя боже бог твой елеем радости более соучастников твоих все одежды твои как смирно и алой и кассия и щертогов слоновой кости увеселяют тебя дочери царей между почетными у тебя стала царица одесную тебя в афирском золоте слышит щель и смотри и приклони ухо твое и забудь народ твой и дом отца твоего и вас желает царь красоты твоей ибо он господь твой и ты поклонись ему и дочь тира с дарами и богатейшие из народа будут умолять лице твое вся слава через царя внутри одежды и и шита золотом в испещренной одежде ведется она к царю за нею ведутся к тебе девы подруги и и приводится с весельем и ликованием входит в чертог царя вместо отцов твоих будут сыновья твои ты поставишь их князьями по всей земле сделаю имя твое памятным в род и род посему народы будут славить тебя во веки и веки псалом 45 начальнику хора сынов кореевых на музыкальном орудии аламов песнь бог нам прибежище сила скорый помощник в бедах по сию не убоимся хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей пусть шумят воздымаются воды их трясутся горы от волнения их речные потоки веселят град божий святое жилище всевышнего бог посреди его он не поколеблется бог поможет ему с раннего утра вошумели народы двинулись царства всевышний дал глаз свой и растаяла земля господь сил с нами господь иакова заступник наш придите и ведите дела господа какие произвел он опустошение на земле прекращая брани до края земли сокрушил лук и преломил копье колесницы сожог огнем остановитесь и познайте что я бог буду превознесен в народах превознесен на земле господь сил с нами заступник наш бог иакова псалом 46 начальнику хора сынов кореевых псалом восплещите руками все народы воскликните богу глазом радости ибо господь всевышний страшен великий царь над всею землею покорил нам народы и племена под ноги наши избрал нам наследие наше красу иакова которого возлюбил вошел бог при восклицаниях господь при звуки трубном пойте богу нашему пойте пойте царю нашему пойте ибо бог царь всей земли бог воссел на святом престоле своем князья народов собрались к народу бога авраамова ибо щиты земли божии он превознесен над ними псалом 47 песни псалом сынов кореевых велик господь и всех вален в ограде бога нашего на святой горе его прекрасная возвышенность радость всей земли гора сион на северной стороне ее город великого царя бог в жилищах его ведом как заступник ибо вот сошлись цари и прошли все мимо увидели и изумились смутились и обратились в бегство страх объял их там и мука как у женщин в родах восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли как слышали мы так и увидели в ограде господа сил в ограде бога нашего бог утвердит его навеки мы размышляли боже о благости твоей посреди храма твоего как имя твое боже так и хвала твоя до конца земли десница твоя полна правды да веселится гора сион да радуются черри иудейские ради судов твоих господи пойдите вокруг сиона и обойдите его пересчитайте башни его обратите сердце ваше к укреплением его рассмотрите да мы его чтобы пересказать грядущему роду ибо сей бог есть бог наш навеки и веки он будет вождем нашим до самой смерти псалом 48 начальнику хора сынов кореевых псалом слушайте сие все народы внимайте сему все живущие во вселенной и простые и знатные богатый равно как бедный уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания преклоню ухо моё к притче на гуслях открою загадку мою для чего бояться мне во дни бедствия когда беззаконие путей моих окружить меня надеющиеся на силы свои и хвалящие со множеством богатства своего человек никак не искупить брата своего и не даст богу выкупа за него дорога цена искупления души их и не будет того вовек чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы каждый видит что и мудрые умирают равно как и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим в мыслях у них что да мы их вечны и что жилище их в род и род и земли свои они называют своими именами но человек в части не прибудет он уподобится животным которые погибают этот путь их есть безумие их хотя последующие за ними одобряют мнение их как овец заключат их в преисподнюю смерть будет пасти их и наутро праведники будут владычествовать над ними сила их истощится могила жилища их но бог избавит душу мою от власти преисподней когда примет меня не бойся когда богатеет человек когда слава дома его умножается ибо умирая не возьмет ничего не пойдет за ним слава его хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляют тебя что ты удовлетворяешь себе но он пойдет к роду отцов своих которые никогда не увидят света человек который в чести и неразумен подобен животным которые погибают псалом сорок девятый псалом асафа бог богов господь возглаголол и призывает землю от восхода солнца до запада сиона который есть верх красоты является бог грядет бог наш и не в безмолвии пред ним огонь поедающий и вокруг него сильная буря он призывает свыше небо и землю судить народ свой соберите ко мне святых моих вступивших в завет со мною при жертве и небеса провозгласят правду его ибо судья сей есть бог слушай народ мой я буду говорить израиль я буду свидетельствовать против тебя я бог твой бог не за жертвы твои я буду укорять тебя всесожжение твои всегда предо мною не приму тельца из дома твоего не козлов из дворов твоих ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною если бы я взалкал то не сказал бы тебе ибо моя вселенная и все что наполняет ее ем ли я мясо валов и пью ли кровь козлов принеси в жертву богу хвалу и воздай всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби я избавлю тебя и ты прославишь меня грешник уже говорит бог что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя когда видишь вора сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься уста твои открываешь на злословие и язык твой сплетает коварство сидишь и говоришь на брата твоего на сына матери твоей клевещешь ты это делал и я молчал ты подумал что я такой же как ты изобличу тебя представлю пред глаза твои грехи твои уразумейте это забывающие бога дабы я не восхитил и не будет избавляющего кто приносит в жертву хвалу тот чтит меня и кто наблюдает за путем своим тому явлю я спасение божие божие